А разговаривай, будешь? Будешь разговаривать? Улыбается и смотрит с интересом на мир. Кириллу Журавлёву 4 месяца, но уже в этом возрасте мальчик борется с тяжёлой болезнью. У Кирилла спинально-мышечная атрофия первого типа. Грудные дети с таким диагнозом не могут двигаться, что в некоторых случаях может даже привести к смерти. Мы узнали, потому что у меня Кирюша третий ребёнок. Первые два очень шустрые. А Кирюша у нас родился вполне обычный ребёнок. И через две недели после роддома я стала замечать, что он практически не шевелит ногами. Также и руки. Ну и спасибо моей подружке, она не анатолок. Я попросила её помощи, я сняла короткие видео, где как он был, две недели ему и каким он стал в месяц. Обратились в больницу, спинально-мышечная атрофия подтвердилась. Анна рассказывает, легче принять этот факт, помогает общение с такими же мамочками. В одном чате собрались женщины со всей России. Там обмениваются опытом и советами. К примеру, Кириллу подбирают специальные игрушки, чтобы сохранялась мышечная память на руках. Что-то помогают смастерить родственники. Развивашка, помогашка наша. Головой Кирюша здесь, я её ставлю на диван. Здесь он, чтобы маленько мог, ну, сказать, что он мог, конечно, не может, но хотя бы маленько у него, чтобы руки играли. Здесь у нас ножки. И вот в подвешенном состоянии он ими маленько хотя бы двигает. А ещё поддерживают тонус мышц массажами. У Кирилла получается двигаться в ванне. Болезнь лечится многомиллионным лекарством Золгинсма. Это самый дорогой в мире укол. Он стоит 263,5 миллиона рублей. Для выздоровления достаточно всего одной дозы. Есть аналогичные препараты. Отличаются тем, что их принимать нужно каждые 4 месяца. Принцип действия лекарства Золгинсма в том, что он доставляет функциональный трансген человеческого белка СМН, который необходим для выживаемости нейронов спинного мозга. Приобрести препарат для Кирилла помог фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра». Как отмечают врачи, сложность получения этого препарата не только в большой стоимости. И ещё там одна сложность, что мама даёт согласие на отказ от других методов терапии. То есть, получив этот метод терапии, она не имеет права на другие методы терапии. И ещё одна сложность в том, что один из лабораторных исследований делается за рубежом. С момента постановки диагноза, это февраль 2022 года, практически прошёл один месяц всего лишь. Это очень быстро. Для Кирилла средства на Золгинсму собрали. Такой случай в Приангарье впервые. Для этого сдали множество анализов. Один из них – тест на совместимость. Провели его в Швейцарии. У Кирилла результат положительный. Мальчик может выздороветь. Дарья Макарова, Артур Рощупкин, Юрий Рябчиков. Новости. Сейчас.